Строительство магазина Нарьинмарского городского потребительского общества в новом микрорайоне Нарьинмара продолжится при финансовой поддержке окружных властей. Готовность помочь одному из старейших в регионе потреб обществ глава региона выразил в ходе встречи с его руководителем Светланой Паюсовой. Микрорайон авиаторов новый, комфортный, яркий, растущий. Здесь уже есть свой детский сад, скоро будет сдана в эксплуатацию. Самая современная в регионе общеобразовательная школа не хватает, в районной инфраструктуре магазина, где в шаговой доступности можно приобрести все необходимое. Полностью продовольственной, хозяйственной, промышленной, потому что приходится ездить в другие магазины. А где вы обычно хлеб покупаете? Я езжу в городе, там покупаю все продукты, там просто все магазины. Где-то здесь даже продуктового, только туда через дорогу надо, и то там не все продукты есть. Здание торгового объекта возводят здесь за счет собственных средств городское потребительское общество. Сдали бы в эксплуатацию раньше, в 2018 году, но вначале из-за позднего открытия навигации застройщик не смог поставить в округ необходимые материалы. А теперь своих оборотных средств у общества на достройку торгового павильона, к сожалению, не хватает. Этой проблемой поделилась главой региона, председатель Горпо. У нас сегодня расходы очень большие, возросли налоги, все коммунальные условия, доходы, к сожалению, и обороты стали падать. Сегодня в городском потребительском обществе работает более 170 человек. Новые торговые точки – это еще и новые рабочие места. Окружные власти готовы помочь Горпо завершить объект и улучшить качество жизни в новом растущем микрорайоне. Микрорайон авиаторов, он растет, люди туда заезжают. Сейчас еще будем сдавать тоже Сущинского, куда-нибудь еще там порядка, по-моему, 200 семей. И, конечно, им крайне нужен этот магазин, где они могут получать все необходимое. Действительно, магазин здесь необходим. Ближайший, где можно приобрести продукты и сопутствующие товары «Заря» на улице Октябрьской. Кстати, также торговый объект городского потребительского общества. Я готов поддержать и считаю, что это будет правильно, с учетом того, что 170 человек работают под этим обществом. Большой, серьезный работодатель, который является в том числе и, в общем, довольно приличным наукоплательщиком в нашем округе. Единственное, у меня будет обязательное условие разработать такое соглашение, что мы дополнительно создаем рабочие места под эту помощь и стараемся не закрывать магазины. Речь идет о закрытии магазина в микрорайоне «Сахалин», который был единственным магазином шаговой доступности для населения на этой территории. Обслуживал жителей микрорайона «Совхоз». Ой, конечно, неудобство. Это же… Мы такой возрастом, мне 84-й год, и это куда-то ходить, это очень неудобно. А что вы покупали в магазине, что вот вам нужно и как часто вам нужно? Ну, все, что необходимо, я все обурал здесь. А сейчас как справляетесь? Ой, плохо. Я ходить худо могу, а жена у меня вообще плохо. Не ходит даже, только здесь ходит. Конечно, неудобно. Меня дочери возят, то в одну, то в другую. А сколько раз вам нужно в неделю в магазин? Не знаю, я двоем, с сестрой живу. Раза-два в неделю надо, чтобы святый хлеб купить. Закрытие единственного магазина в этом микрорайоне председатель городского потребительского общества объясняет убытками. Объясню почему. Потому что вывезли с «Совхоз» жителей полностью оттуда. Осталась, значит, выручка 10-17 тысяч в день. Расходы очень большие. В том году полтора миллиона был убыток. За последние полгода, по словам Светланы Паюсовой, убыток составил более 600 тысяч рублей. Однако глава региона считает, что отсутствие магазина шаговой доступности влечет за собой социальную напряженность среди населения. Если коммерческая организация имеет преференции за кружного бюджета, то, по крайней мере, она должна идти навстречу населению в своей работе. Глава городского потребительского общества заверила Александра Цибульского, что достигнутые во время встречи договоренности будут выполняться. А также сообщила, что в микрорайоне авиаторов, уже готовой части торгового павильона, в ближайшее время откроется небольшой отдел продовольственных товаров.